На сегодняшний день из краевого бюджета на эти цели выделяется 770 миллионов рублей ежегодно. Скольким детям позволяет это получить? Вот я об этом и хочу сказать, что, к сожалению, накопившаяся очередь, которая на сегодняшний день насчитывает более 9 тысяч детей-сирот и лиц из их числа, из них у тех, у кого уже право наступило, то есть уже 18 лет исполнилось, это почти 2800 таких молодых людей, вот эти финансы, которые выделяются, но они не покрывают и невозможно ежегодно в один год закрыть всю проблему. Хотя, вот еще раз говорю, благодаря увеличивающимся в десятки раз просто финансированию, нам за прошлый год почти 1300 лиц из числа детей-сирот удалось обеспечить квартирами, но не удалось, например, выполнить решение, судебные решения по предоставлению жилплощади лицами из числа детей-сирот, которые тоже накопились в крае. На сегодняшний день 772 молодых человека, у которых на руках имеются судебные решения, пока не обеспечены жильем. И сейчас, в этом году, в первую очередь, будут удовлетворяться именно судебные решения. Во все муниципальные районы Пермского края на прошлой неделе ушли первые транши денежные из краевого бюджета на удовлетворение судебных исков. Всего потребуется 540 миллионов для того, чтобы эти судебные иски были у нас в течение этого года все закрыты и погашены. Павел Владимирович, я понимаю, что это все перспектива, и она, в общем, такая позитивная, но, тем не менее, вот те ребята, которые выпустились и уже не могут проживать в детдомах, где они живут? Ну, во-первых, у нас выпускников детских домов в настоящее время не так много, поскольку в основном дети-сироты в Пермском крае живут в замещающих семьях. И, конечно, как правило, они остаются жить у своих приемных родителей, которые по достижению ребенка возраста 18 лет переоформляют свои отношения правовые с ними и становятся уже постинтернатными воспитателями. Конечно, они не обязаны предоставлять и дальше свое жилье для проживания своим подопечным, но, тем не менее, люди Пермского края, они, понимая всю сложность ситуации, не бросают просто так этих детей. И, как правило, все-таки, еще раз говорю, они все остаются жить в жилье своих бывших приемных родителей, постинтернатных воспитателей. Это большинство. Часть детей живет, конечно же, в общежитиях, либо снимают, арендуют жилье и так далее. То есть сказать, что прямо вот без крыши над головой кто-то остался, таких обращений в мой адрес нет. Есть обращения, они изредка появляются, но тут тоже есть механизм. Это когда лица из числа детей-сирот освобождаются из мест лишения свободы, то для них, конечно, у нас нет жилья вообще. Но тогда им предлагается какое-то время до предоставления жилья уже в постоянное пользование проживать в социальной гостинице. Павел Владимирович, скажите, пожалуйста, какие нормы закона сегодня, ну, чаще всего, в силу тех или иных причин, все-таки нарушаются? В отношении детей-сирот. Ну, наиболее часто встречающиеся именно нарушения, да, конечно, это в праве на медицинское обслуживание, на охрану здоровья. Вот на протяжении всего первого квартала этого года я во всех, ну, где бываю в территориях края, обязательно провожу встречи с приемными родителями. Это самая распространенная жалоба на систему здравоохранения. Не предоставляются гарантированные государством элементарные бесплатные медицинские услуги. Например, берут деньги за то, что сдают анализы, за аппаратные разного рода исследования, там, УЗИ, МРТ, там, и так далее. Кроме того, бесплатно не предоставляются лекарства, ну, и так далее, и так далее. В основном, вот в первом квартале этого года приемные родители, замещающие родители, они жалуются на систему здравоохранения. Что сейчас делается в Пермском крае для того, чтобы детей-сирот, которые проживают в детских домах, в домах ребенка, ну, что называется, становилось все меньше и меньше? И каков процент возврата, такой процент есть, детей, которые вроде бы взяли на усыновление? С чего начать? С последнего вопроса Алистера. Давайте с последнего, потому что он более тревожный. Действительно, вот этот показатель, возврат детей из замещающей семьи, это показатель так называемого вторичного сиротства. Сказать, что он у нас зашкаливающий нельзя, но меня тенденция 2012 года, конечно, обеспокоила. Если у нас в 2011 году было возвращено, то есть отменены постановления об устройстве детей в семью и возвращены обратно в учреждение 36 детей, то в 2012 выросло почти в полтора раза. Это цифра 55 детей. Но давайте посмотрим, что дальше происходит внутри этого. Какие это дети-сироты? А что за причина действительно возвращения? Из какой формы, значит, они, устройство в семье возвращено? Если можно, очень коротко, у нас 3 минуты. 33 ребенка – это возвращены из родственной опеки. Собственные родственники, которые выразили желание быть опекунами, не справляются и отказываются в самом тяжелейшем для ребенка возрасте подростковом 13, 15, 16 лет от своего родственника, от своего внука или племянника или племянницы и сдают детский дом. Павел Владимирович, тогда у меня вопрос. Это что, недоработка какая-то психологов? Потому что это все равно человек, который принимает ответственность за ребенка, родственника, неродственника, неважно, он должен понимать, какую ответственность он на себя берет. Это ведь даже не котенок, которого нельзя выбрать на улицу. Совершенно верно. Здесь мы, вот одну из причин, я вижу, все-таки в недостаточно качественном сопровождении замещающих семей. То есть службы сопровождения, которые у нас в крае с 2006 года созданы, таких семей, не во всех случаях работают на 100% и вовремя не видят назревающий в семье кризис и угрозу того, что родственники могут от ребенка отказаться. Павел Владимирович, вот смотрите, у нас буквально минуты с копейками до конца эфира. Вопрос, который я предварительно задала. Что сейчас делается для усыновления детей? И в связи с тем, что Елена Михайловна задала вопрос, очень много документов нужно собирать. Итак, что сейчас делается? В Пермском крае установлена региональная единовременная выплата при усыновлении ребенка в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, у нас активно работает социальная реклама, и в том числе общественная организация очень мощная и в интернете, и в социальной традиционной рекламе пропагандирует формы семейного устройства, прежде всего усыновления детей-сирот. Но и самое главное то, что органы опеки и попечительства Пермского края вот каждому заявителю, желающему усыновить ребенка, подходят внимательно и не создают излишних административных барьеров. Показатель тому является то, что на протяжении последних трех лет Пермский край лидирует в Российской Федерации по такому показателю, как усыновление детей-сирот. Павел Владимирович, спасибо большое. Очень бы хотелось, чтобы эта цифра была вот такой, знаете, реальной, без возвратов, и чтобы на самом деле наши дети не оставались сиротами. Очень хотелось. Спасибо вам большое. Это был прямой эфир. Всего доброго. До свидания. Одежда для ведущей предоставлена салоном женской одежды BGN. ТРК Колизей Синева. Продолжение следует...